Свой канал я тоже выставляю. Ну, вы чётко скажите, я не против. Я не против. Слушаю вас, пожалуйста, говорите. А вы не против? Нет, я принимаю всех. У меня против не было ни разу и не будет. Я почитал всё по патриотизму, то, что там у вас есть. Очень интересно, спасибо, что там всё есть. У меня есть один вопрос, просто мне непонятно. Можно задать? Давайте. Вот я зачитаю, да? Тут уже когда про святых вы начинаете, и вот тут написано. Как раз вы тут о Сергееве Радонежском и написали два правила апостольских. Один апостольский, другой правило Шестого Вселенского Собора. А дальше идёт. Из всех ветхозаветных святых дьявол спросил только об одном теле, о Моисеевом. Ну, из Иуда вы цитируете. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести у корейзиного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А эти злословият то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расслевают себя. Почему? Одно из толкований говорит за бывшее убийство египтянина. Он не достоин доброго погребения. Мне, кстати, интересно, а вы не скажете, где это толкование, или вы просто где-то помнили? Почему ссылки нет? Нельзя это где-то узнать? Я сейчас не могу сказать. Ну, то есть это упоминание именно так. Две причины, говорится. Я никогда не выписываю, кто автор чего-то может, блаженного Агустина. Вот если бы я на все ссылки делал, у меня бы книги были в 10 раз толще. А вторая какая, мне интересно? Ну и дальше. Не скажешь, какая вторая причина толкования? Так что, чтобы не обогатворили, как сейчас, одни мощи. Вся мощь в мощах. А, правильно. Я вот это знал. А вот то, что тут вот... Именно так, что он не достоин погребения. И дальше я объясняю, что... Почему так случилось с Александром Невским, что в Красную Звезду посадили его? Вот мне непонятно. Я читаю два следующих абзаца, я что-то сложить их не могу. Вот написано. Из новозаветных русских святых подобное мы видим только на двух святых. Первое, Сергий Радонежский, кстати, вы пишете, Рерихи называются перевоплощенным... А, Рерихи называются перевоплощенным... Рерихи, Рерихи. Нет, я знаю, я просто как-то читал, только вот когда с вами рядом с Сергеем, я не разумел, о чем вы пишете. Ну что, Рерихи называются... Они себя зовут, я так понимаю, Сергием Радонежским? Да, именно так. Почему... А я читаю предложение, не могу разуметь. Нет, а почему не на другого-то? А я нахожу причину в чем. Нет, ну это я не понял. За то, что Том благословил Кровоплавики, правильно? Да, да. Хотя почему тут еще там написано? Не за Толе благословением, в кавычках, которого, как говорится, в тайне святых. Почему опять в тайне святых? Книга, книга такая, Иванова. А что это так? Книга такая, книга, называется «Тайна святых». Это чья, православная книга? Православная книга Петрова. Она издана где-то в Париже или где была? Я ее насчитывал на пленку. А тайна святых, в смысле святых, ну, мужей? Книга, это название книга, книги название. Название книги. Ну, вот об этом он и говорит, что не было никакого благословения. Он просто предсказал, что победа будет. А какая победа? Из 10-9 погибла. Какая же это победа? Так я вот об этом тоже слышал. Ну, вот спасибо, что у вас есть ссылки. Потому что я тоже слышал, что он как бы не кричал. С холма встал и там, идите, братья, убейте. Говорят, что он тихонечко сел с ним, за ручку его взял и сказал, дорогой, если можно, не воюйте. Вы что 10% платите там какую-нибудь дань одному, там, царю или даже ты, что ты будешь там татару платить? Какая разница? Одно яйцо из 10 отдал и, слава богу, пусть воюет. Ну, я понял. И второе вот тут про Александра Невского, да, вы пишете, что... И только изображение святого Александра Невского помещено в масонскую пятиконечную звезду в ордене Александра Невского. Да. Только он, никто другой, почему не закручили, пробитую Чаровическую. Ну да, ну это все понятно, я согласен. Ну так я почитал, хорошо. Мне вот как раз этого... По Витхозаветному-то, то, что вы, конечно, много этих берете ссылок, я как бы знаю, хорошо ответить. Я тоже просто собирать думал, когда... Мне, конечно, тема не столько интересна, сколько интересно, когда она кого-то касается, чтобы благовествовать истину, а не всякое. Ну а вы там посмотрели, как мы все там про Стратилата Андрея, говорится, Ирона. Тысячи людей, и они не взяли за мещи. Не, не, я только что специальный житие целиком прочитал Стратилата. Да нет, я меня тоже в круг читал все. Я только уже бросил под конец. Невозможно читать вот это ростовский, конечно, под копирку, как начал. Я помню уже все, у меня уже добродетели не хватило, терпения я. Он под копирку их пишет, и у меня уже сил просто не было. А Стратилата я вспомнил, я читал, конечно, я их все знаю. И сейчас перечитал за полным этим, даже перед звонком. И вот у меня параллельно как раз, я и хотел, почему тема-то единственная, вот я вас ненадолго отвлеку. И вот то, что вот Моисеев как раз коснулся и по мощам заодно. Ну раз вы знаете от полкования, ну я и не думаю, что я вас там буду что-то новому научить. Я о мощах вам скину материал, по мощам. Более полного материала нет нигде. Это Андрей Кураев, он у меня приезжал, дьякон Андрей Кураев. Он у меня здесь был, у него все мои книги есть теперь. И он говорит, что вот что я поднимаю где, так это, говорит, сколько святых, которые запрещали брать даже одну волосинку от них. Там все указано. А откуда взяли, говорит, сегодня нанотехнология, в каждом доме, чтобы все были мощи. Да откуда вы взяли? Почему труп должен меня спасать, а не живой Христос? Да, да, да. Просто я, знаете, от чего утвердился, от Антония Великого, моего любимого. Вот помните, конец его жития. И он пишет, когда же братья стали неотступно просить, чтобы Антоний у них остался и скончался, он не согласился на это, умолчав о многих причинах отказа. Дал лишь понять, что важнее всех следующее. Египтяне имеют обычаи, совершающие погребения над телами скончавшихся уважаемых имя людей, особенно святых мучеников, обвих их пеленами. Не предавать земли, а возлагать на ложах и хранить у себя в домах. Полагая, что этим воздают честы неотшедшим. Антоний многократно просил епископов запретить это мирянам. Сам убеждал мирянам и делал выговоры женщинам, говоря, незаконно это и вовсе не благочестно, ибо тела патриархов-пророков даны и не хранятся в гробницах. И свое тело Господне положено было во гроб, и приваленный камень скрывал его, пока не воскресло в третий день. Говоря же это, показывал он, что незаконно поступают те, кто тела, скончавшие даже и святые, не передает по смерти земле. Ибо что достачей с ней и святее Господнее тело, потому многие, выслушавшись это, стали потом тела умешать, придавать земле и научившись у Антония благодаря взяты Господа. И дальше он пишет. «Я, как написано, отхожу в путь отцов». Он прям дальше маленькие предложения пропустит и еще пропускает. «Если имеете попечение о мне и помните, как об отце, то не попустите». Это он с вами думал ученикам, говорит, когда на гору пришел. «Чтобы кто-либо взял тело мое в Египте и положил себя в доме. В избежание этого удалился я в гору и пришел сюда. Знаете, как всегда, при царе от делающих это убеждал оставить такое обычае. «Придайте тело мое погребению и стройте под землю. Дособлено будет вами это мое слово, чтобы никто не знал место погребения тела моего, кроме вас одних, потому что воскресенье мертвых приму его от Спасителя нетлина». И меня это тогда так поразило. А для меня Афанасий Великий Столку, который до последних соборов чтимый был, и Великий Святитель, и Великий Святой, выше которого, я даже не представляю, но сейчас там Симеон и Сергей Рады, всегда его учениками я так духовно им назову. Ну, понятно, там Макарий. И меня это убедило, мне больше ничего не надо было. Но теперь с вами я хотел давно по этим вопросам. Ну, все, не звонил. Я просто... У вас там есть тоже или нет, Антония? Ну, есть, наверное. Все, я их все насчитывал. Насчитывал 12 томов. И кроме того, выше 3... Сейчас уже 8 томов в Настольной книге Священнослужителя. И там во втором-третьем томе «Новые святые» 174. Я их и туда включил. Общее число часов 240 часов. Ну, я слушал ваши эти в интернете, когда забиваешь, как он святого давить. Не много кто это делал. Но там записи уже слушать. Там шипит все. Ну, шипит. Так под землей 30 лет пленки прятали. Ну, да. Да и они просто... И, Макс, и я так помню, хотя бы надо было попытаться. Мне кажется, их и не пытались обработать. Там есть программы, можно шипать. Слушать очень невозможно. Но хоть что-то. И надо их считать уже тяжело. О мощах. Что Господь сказал, прах ты. И в прах возвратишься. Хоть как-то и чти их, там, закладывай в раки, в сундуки, вшивай в кресты, там. Но никак ты не выполнишь первое, что Бог сказал. В прах. Не сжигать никак, а в прах. Все. Я говорю, собрать все мощи. С великими почестями, с песнопениями, с патриархом. И захоронить в почетном месте. Но меня нападают ужасно, как попы. Да, понятно. А тогда у меня еще такое сразу вопрос. Вот получается, правильно ли все-таки, могут цветы так и говорить, что все-таки предание церковное, да, вот наше, надо понимать все-таки в свете Евангелия еще прежде, да, и через призму Евангелия только на Ветхий Завет смотреть. Если что-то не совпадает, я имею право это не принять. Не важно, что это же не церковное учение. Есть учение церкви, церкви святых, христовой, да. Людей-то, а не какие-то бумажки. Ведь не бумажка же имеет силу, да. То есть не совпадают. Почему я должен это принять? Для меня центральным стихом было Евангелие от Иоанна, 12, 48. Наизусть заучите. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Я не сужу, говорит Господь, слово, которое я говорил, а оно будет судить. И для меня это было решающим. Если по нему будет судить, все остальные бумажки, они мне не помогут на суде Божьем. В Библии, когда мы читаем, мы должны в себя вмонтировать. Ум должен плыть в Священном Писании, в Евангелии, как Серафим Саровский говорит. А если это не так, да будет анафема. А кто говорит? Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Нет, я от Евангелия на зубов знаю, просто не как вы, я не могу по стихам. Потому что вы говорите, что судиться будем словом все, это я сам всем. Да, любить надо слово Божие. И все время у вас все эти Библии рассматривать. Вот у меня есть книги «Открытым оком», это 30 томов. Каждый том 752 страницы. И вот 18-й том я разбираю Коран. По сурам и аятам. В сравнении с Библией. Этого никто не делал никогда. Это капитальнейший труд. И что о них было сказано за 1300 лет. И тогда спорить не надо. Люди находятся в опасном положении. Им это нужно показать. Ну и все. Мы не можем, как они, головы резать, взрывать и прочее. Мы можем только плакать о них. Нам другого оружия не дано. Нет, нет. Ну, пока, в общем-то, все. Вы мне тогда сынчику дадите, приходите. Ой, по мощам. Так, еще раз смотрите, что у вас есть. Решайте. Не раньше, как через две недели можно будет внизу написать. И я отвечу, здесь я или нет. Если какие-то вопросы будут, вы их запишите. Две недели пройдет. И вот в это время мне удачно. В это время. Попозже немного там даже. Это у вас сейчас сколько времени? Да, у нас сейчас... Сколько я сейчас скажу? Четыре часа, две минуты. У нас разница с Москвой на четыре часа. Понял. Вопрос есть? Не раньше двух недель. Да, запишите себе. У меня один был такой. Я ему сказал, он пришел раньше. Я ему написал тогда, что... Мы договорились так. Ну, что это значит, то два дня. И сразу поднялся против. Ну, и, конечно, мы потеряли друг друга. Да нет, у меня, я сам-то, вы видите. Ну, вы видите как. У меня просто распорядок свой. Я бываю в другом месте, на улице. Что-то меня задержит. Приехали люди сидят. Я не могу даже подойти к компьютеру. Ага, хорошо. Нет, просто вы мне сейчас сбросите по мощам потом. Ну, все, давайте. Что если вопрос есть, я все отвечу. Нет, все, только по мощам и ссылку, можно сказать. Ну, вы видели там, у Симеона Столпника, патриарх взял волосинку несколько, и рука сразу отсохла. Из бороды, на память, патриарх. Ну, еще тут непонятно, что Бог не одобряет. Ну, Бог это сделал. Не мертвый же человек это сделал, что рука отсохла. Он приложил на место, и рука сразу выздоровела. У Матроны руку отрезали, она на острове была. Карават пошел на одном месте, хлопает, не движется, дальше весла не помогают. Вот. Вернулись назад, руку приложили к ее трупу. Все, поехали дальше. Это Бог вымешивается. Потому что это даже язычеством нельзя назвать, что сегодня делается. Там с чемоданами кости везут с Греции, продают, и в Германии везде. Никто не знает откуда, и спрашивается зачем. И теперь черепами там целые ансамбли делают, украшают. Вот показывают в интернете, там голов 300. И потом кости отдельные, ну-ка, оно красиво. Но когда рассмотришь, что это костица, ужас берет. И он берет, там целует череп. На черепе написано «мортирий» такой-то. Зачем они тебе нужны? Ты считай, Евангелие? А, ну это я видел, да, да. Ну вот ты... В пещерах, в монастырях там вот это. Да, да это жуть вообще. Главное, ищут. А Господь говорит, что вы ищете живого среди мертвых? Если он живой, Христа даже и то, Христа не надо искать. Среди мертвых. Смотрят на череп желтого, на вечерами там вот это. И какая праведность, да какая глупость. Это как из... Что-то Господь не открывал. Это у дикарей так вот. Убивает его. Должен разрубить его. Сердце съест его. Его, значит, мужество перешло в меня. Но мы не можем так рассматривать мощи. Я прикоснусь, и энергия какая-то на меня передастся. Ты подражай его жизни. Златоуст говорит, празднование святому – это подражание ему. В жизни. Ну, он говорит на основе Павла, да. Смотрите на кончину святых и подражение. Да, да. На жизни кончина святых. Как жизнь. Они ничего не говорят, не святые Евангелие. Мы можем принять, что они говорят. Все. Ну, все тогда, да. Все тогда с Богом. Хорошо. С Богом. Храни Господь. Выключайте. Спасибо. Спасибо.